Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Чем удивит форум «Иволга-2017», что будет представлено на выставке «Инновации» и кто может на нее попасть? Об этом говорим сегодня в нашей студии заместитель руководителя смены инновации и экологии молодежного форума «Иволга-Мария Казакова» и менеджер, руководитель выставки Дмитрий Курунов. Мы в прямом эфире. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Мария и Дмитрий. Здравствуйте. Давайте начнем с истории этого форума. Как давно вообще он образован, так он на слуху, в общем-то. И как давно вы стали его участниками? Ну, вообще, как все, наверное, знают, что в этом году форум отмечает свой первый юбилей. То есть мы проводим пятый, нам очень повезло, мы проводим пятый юбилейный форум. Вот. Лично я познакомилась с форумом в 2014 году. Я была участником, еще училась в университете и являлась его участником. То есть я прошла на… От того же направления экологии инновации? Да, да, да. Но тогда она называлась «Инновация техническое творчество», и я попала на инновации. Я обучалась как раз на управление инновациями, и я, собственно говоря, попала на вот это вот направление своим проектом. И 10 дней жила на поляне и прорабатывала свой проект. Да, но впечатления остались. Вот какие об этом форуме? У меня незабываемое ощущение, на самом деле, да. Я потому что до этого никогда не жила в полевых условиях, и вообще считала, что для меня что-то просто… Неприемлемое и невыносимое. Неприемлемое, да, невозможное. Вот. Но там настолько домашняя атмосфера, настолько ты вот даже не замечаешь, что ты там живешь в палатке, да, греешь воду на костре. То есть вот это вот какое-то единение и домашность, скажем так, да. Атмосфера хорошая. Очень, да. И там всегда приезжают какие-то люди заинтересованные, готовые с тобой поделиться какой-то информацией, готовые от тебя взять какие-то там опыт, какой-то навыки, да. То есть это, ну, лично для меня это было отличным опытом, и я приобрела достаточно много новых друзей. Мария, скажите, пожалуйста, что такое вообще инновации в контексте вот этого форума? Потому что слово такое тоже вот на слуху кажется, но мало кто вообще разбирается, что это такое. Ну, для нас инновации это что-то новое. То есть, как бы это парадоксально не звучало, это либо технология, либо какой-то, например, предмет. Ну, грубо говоря, да, то есть там, если вы придумали какую-то новую игрушку, это инновация. Или если вы придумали какое-то новое программное обеспечение, это, опять же, тоже инновация. Если вообще наш форум, мы пытаемся свою смену неофициально разделить на два направления, то есть пользовательские инновации и инновации для корпоратов, так называемые. То есть пользовательские – это вот именно агрегаторы такси разнообразные, какие-то приложения всем известные, да, которые там впоследствии скачиваются и пользуются. Вот, а для корпоратов это именно какие-то железные вещи. Потому что я уже начинаю не понимать, о чем речь, но это нужно быть, конечно, в теме. Дмитрий, вы как пришли на этот форум, почему вам интересна вот именно эта тема? Ну, мы, собственно, занимаемся проектом, так сказать, детским инновационным творчеством, а вообще занимаемся ЦМИТом, Центром молодежно-инновационного творчества. Занимаемся им уже несколько лет. И поэтому тема инновации, она так или иначе рядом всегда была. То есть… Ну, как детское творчество связано с инновациями? Вот тоже вот, кажется, это тоже несовместимо. Ну, у нас детское творчество связано с инновацией в части того, что мы используем инновационные подходы к обучению детей. То есть они изучают 3D-печать, 3D-моделирование. То есть это довольно-таки современные технологии, и они сейчас считаются инновациями у нас все еще. И, собственно, все это связано с инновациями в целом. Получается так. А то, что форум Иволга проходит в Приволжском федеральном округе, от этого появляется какая-то специфика, направленность? Вот эта тема, в самом названии она отражена, да, Иволга. А вообще вот что-то такое есть наше здесь? Что вот мы можем… Вот что это именно с нашей территорией? Территориальные какие-то… Не знаю, как относительно название, но относительно эмоционального подтекста – это, конечно, Волга. То есть нахождение на Волге, на Мострюковских озерах у всех на протяжении вот 4-х лет, да, 5-го года уже все это ассоциируется именно с Самарской областью. Что там Мострюковские озера, там, где проходит Грушинский фестиваль, все равно даже люди, которые не из Самарской области, возможно, не приезжают на Грушинский фестиваль, все равно так иначе как-то они о нем слышали, там, интересуются. И поэтому даже вот эта возможность приехать на Грушинскую поляну, да, и посмотреть, где, куда приезжают барды, где там играют на гитарах, где живет вся вот эта вот… такой вот другой мир для них, им это действительно, да, интересно. А учитывая, что… И никак вы не пересекаетесь, да? Нет, у нас форум заканчивается, и через несколько дней начинается Грушинский фестиваль. Понятно. Скажите, пожалуйста, какова структура форума, чтобы мы понимали, вот что… вот создайте представление, из чего он состоит, из каких площадок? Как все это выглядит? Какой он по масштабу, кто где там размещается? На форуме «Девять смен», то есть вот наша инновация и экология, и еще восемь, там, политик, это предпринимательные, люди, которые подают заявки, они как бы в курсе, не будем сейчас, наверное, на этом. Но все равно интересно это разнообразие. Вот, но там есть, например, политика, да, то есть это люди, которые в молодежных парламентах, возможно, состоят, туда приезжают, да, связанные с политикой. Есть направление для людей, которые пытаются занять себя в бизнесе, то есть это вот ты предприниматель, туда приезжают люди либо с готовым бизнесом, либо с какими-то, да, вариантами и интересом. Вот. Есть спортивная смена, там ребята бегают, прыгают, тоже очень интересные, постоянно там мероприятия. Проживание, как вы там все живете, участники? Мы живем все в палатках, у нас палаточный лагерь, да, на территории форума разбивается палаточный лагерь, всех расселяют по палаткам и там полевые условия, то есть там кострища, палатки. Как я поняла, что гостей массовых и зрителей там нет, вот, чтобы ходили по этим площадкам, выставкам и так далее, такого нет, только, есть только участники, да. А кто в качестве таких интересных гостей, экспертов уже вот был на форуме или планируется в этом году тоже посетить, вот что-то, что там поинтересного происходит, вот, чтобы мы понимали. Ну, сам форум проходит при поддержке правительства Самарской области и аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации. Соответственно, как и руководитель правительства Самарской области, как и полномочный представитель, они ежегодно приезжают на форум, да, у них стоит галочка в расписании, то есть выступают. Выступают они на открытии или на закрытии? Они, да, выступают на открытии, на закрытии и могут приехать со своими лекциями. Полномочный представитель президента, да? Да, Михаил Бабич. Да, ну, это такое ответственное мероприятие. Вот я хотела у вас узнать, вы этим заинтересованы, вас интересует такая общественная деятельность молодежная, либо профессиональная, вот, что у вас больше, или и то, и другое, потому что вот вы сказали, что инновации, да, этим вы занимаетесь профессионально, и все-таки, а вот общественная, молодежная, как с этим все сочетается? Вот с Дмитрием тоже, с детским творчеством, что тоже вот как-то, что вас туда привыкли? Ну, это скорее, да, вот именно интересно с точки зрения общественной деятельности, то есть попробовать это все, приобщиться к такому большому крупному мероприятию в качестве организаторов, посмотреть, как это все работает, постараться сделать его лучше, чем в прошлые годы, это есть такой спортивный интерес, что даже в этом. Да, а что входит в обязанности руководителя выставки инновации и экологии? Вот как вы все это организуете? Да, хотя бы пару слов, хотя бы про выставку рассказать. Нет, ну мы это еще успеем, конечно. Сначала как мы это организуем. Инновации мы уже, значит, определили, что такое экология, я думаю, это общеизвестная уже сфера. Так, ну рассказывайте. Ну, собственно, в обязанности руководителя выставки входит, что мы подбираем проекты на выставку. То есть выставочная зона, она работает в течение тех же 10 дней, как и форум, работает в рамках смены инноваций, и на выставке представители регионов презентуют свои проекты. Также там представители Самарского региона, это наши вузы в основном, компании малые предприятия презентуют свои разработки, наработки. То есть проекты, которые уже достигли стадии реализации, проекты, которые уже можно показать. А какие-то вот были интересные, которые запомнились, проекты? Вообще о чем речь? Что это может быть? Ну, что бы мы представляли тоже? Какие-то там батарейки, наверное, солнечные или что? Это в этом году. Потому что в этом году у нас смена и выставка, соответственно, посвящена году экологии 2017-му. В целом, в прошлом году смена называлась инновацией техническое творчество. И интересные проекты, экспонаты выставки, конечно, были, что можно отметить. Ну что, Мария, с помощью уже были? Но они в основном были на техническую, знаете, больше составляющую. То есть если в этом году, да, как-то больше на экологию, именно вот батарейки, там какие-то вещи, да, а здесь именно на техническую. То есть, возможно, какие-то вот в моем 14-м году была какая-то установка, похожая на станок, там что-то куда-то лили, что-то куда-то крутилось. То есть для... Вот, по крайней мере, посмотреть было очень интересно. Я сейчас не совсем понимала, что там происходит, но... Вот это студенческая молодежь представляет или уже молодые специалисты? Как-то вот ограничен возраст, да, категория участников? Кто может представлять? Кто отбирает вот эти проекты, чтобы они были выставлены на иблоке? Проекты отбираем мы. По поводу ограничений. Ограничения у нас на участников, то, что участники до 30 лет. Так что все-таки молодежные формы, да? Да. На выставке есть такое же разделение, как и в общей смене. То, что есть проекты, так сказать, пользовательские инновации, есть проекты промышленные. То есть есть проекты, которые уже пытаются или внедряют в промышленность. То есть это проекты вузов, довольно серьезные проекты, тоже такие представлены. И проекты, так сказать, технического творчества. То есть это проекты, которые сделаны своими руками, участниками выставки, какие-то прототипы их проектов, которые они собираются в дальнейшем продвигать. А дальнейшая судьба? Все-таки вот уже 5 лет каких-то проектов известно вам? Что-то было действительно внедрено в такую общую практику или в нашем округе, или может вообще вот к чему все это? Хочется понять целесообразность и эффективность, обоснованность этого форума. Почему вот такое значение уделяется? Что дальше-то? В 2014 году выиграли ребята. То есть они этот проект постепенно как бы оставили, но они на базе этого проекта начали развивать следующий проект. То есть они, приехав на форум с каким-то проектом, причем это очень частый опыт, что люди приезжают на форум с одним проектом, а по прошествии там 10 дней они приходят к какому-то абсолютно другому проекту, причем который абсолютно вот с их первоначальным вариантом даже не завязан. И потом они начинают его развивать, там как-то в него вкладываться, это вот за счет, ну я так считаю, мы в принципе так все считаем, что это за счет коммуникации. То есть возможность рассказать кому-то свой проект и получить какую-то обратную связь, потому что это, конечно, очень важно и необходимо. Потому что когда ты что-то создаешь, тебе кажется, что это просто самый верх гениальности, и лучше просто этого ничего быть не может. А после того, как ты попадаешь в такую среду, где и твои коллеги там, да, какие-то студенты, и также у нас и менторская система реализована в этом году. Кстати говоря, за 5 лет первый раз. То есть мы приглашаем людей компетентных в разных областях, и они смогут выбрать себе интересные проекты. То есть они в первый день послушают ребят, которые приехали на смену, выберут те проекты, с которыми они смогут в дальнейшем работать, и на протяжении всех 10 дней ребят будут направлять, то есть они будут, так сказать, родителями такими вот инновационными в их мире, да, то есть они смогут всем своим опытом поделиться, всеми своими какими-то, может быть, там, наработками с ними, и что-то им посоветовать, возможно, их там в другое русло развернуть, или, например, наоборот, в этом же русле их направить. То есть вот такое вот наставничество мы в этом году впервые реализуем, надеемся, что у нас это выйдет. Да, а если говорить вот о выставке конкретной инновации экологии, сколько проектов будет представлено, насколько это масштабная выставка, да, сколько было заявок подано, кого отобрались, вот чтобы вы представляли масштабы? То есть на выставке инновации, так как это Приволжский федеральный округ, у нас представлен весь Приволжский федеральный округ, все 14 регионов должны быть представлены. В этом году заявок было подано больше 200 проектов именно на выставку, то есть это уже готовые экспонаты буквально. Вот, но 200 проектов мы вместить не сможем, и поэтому сделали такой предварительный отбор. Сейчас список проектов у нас примерно 85 проектов, которые будут уже непосредственно на самой выставке. Что, вот какие-то идеи проектов, что это такое? Когда вы изучаете, что-то вас, может быть, там очень удивило? Заинтересовал вот самому вам, что понравилось? Проекты, конечно, очень интересные, интересные отсматривать эти проекты, то есть даже те, которые мы отбирали, все равно есть интересные проекты, просто не всегда формат, не всегда понятно, как это красиво выставить и подать, вот еще в такой момент есть. А среди тех проектов, которые мы представили, есть интересные проекты и из других регионов, это, например, из Нижнего Новгорода будет интересный проект «Шлем виртуальной реальности», который дает возможность человеку почувствовать себя как космонавт на космической станции. Сейчас в клипах часто показывают, одевают люди шлемы, и в другой реальности оказываются, да? Вот это уже в принципе реальность. А в этом, в чем такая специфика изюминка вот в этом проекте? В этом проекте очень интересно, они реализуют именно ощущение невесомости. Они хотят сделать отдельную установку к этому шлему, в которой человека будет немного подвешивать, и одев на себя шлем, он будет себя чувствовать именно в невесомости. То есть такой вот интересный подход к ощущениям. А это для чего вообще делается? Ради ощущений или тренировки космонавтов, допустим, чтобы они... Ну, пока, я думаю, ради ощущений, и именно интерес такой, есть же все-таки почувствовать себя космонавтом, как это все у обывателей, обычных пользователей, людей вокруг. Мария, вы не входите в жюри в качестве эксперта при отборе вот этих проектов или нет? Нет, я, к сожалению, к выставке... Да, они... Подпускают меня только посмотреть, я там подойти из-за плеча, выглянуть, посмотреть, и... А ваша миссия тогда вот в чем она заключается? Моя миссия в основном заключается в том, что я веду полностью образовательную программу. То есть мы совместно с руководителем смены, с Марией, мы выбираем с ней какие-то блоки. То есть у нас вообще вся образовательная программа в этом году разбита на логические блоки. То есть у нас каждый день будет относиться к какой-то определенной тематике. Там, предположим, маркетинг, бизнес-моделирование, умение презентовать себя и так далее и тому подобное. То есть у нас мы все эти дни как бы стараемся разбить на вот такие логические блоки. Вот. И в мои обязанности входит подобрать программу на каждый из этих дней, причем выстроить ее таким образом, чтобы ребятам было и интересно, но при этом, чтобы они не уставали. То есть мы пытаемся совместить и образовательные лекции, и какие-то мастер-классы, или, предположим, какие-то кейс-сессии с предприятием. Вот сейчас мы договариваемся с ЭКОВОЗом, это вот в связи с годом экологии, с экологической направленностью. Они обещали к нам приехать и дать ребятам тоже возможность почувствовать себя такими экологами. То есть возможность поработать с какими-то экологическими проблемами, которые у них возникают на предприятии, возможно, ребята им как-то помогут решить эти вопросы. Хочу напомнить телезрителям, что у нас прямой эфир, телефон 202-11-22. Если вы уже были участником форума ИВЛГ, либо только собираетесь стать, звоните, задавайте вопросы нашим гостям и экспертам. А я хотела поинтересоваться, вот база для инновационного образования в нашем городе, или где-либо еще она, где, какая это база? Где можно к этому приобщиться, получить, чтобы потом создать проект и представить его? Ну вот на данный момент, опять же, я по своему опыту скажу, что я два года назад как раз-таки окончила специальность управления инновациями. То есть вот моя специальность полностью направлена на работу с инновациями. То есть меня пять лет учили, как оценивать какие-то проекты, да, как разрабатывать проекты и так далее, тому подобное. То есть это дисциплина преподается в нескольких вузах всего на данный момент. И вот у нас в Самаре в одном из вузов преподают ее. То есть вот это, наверное, самый простой путь к инновационности. Но это востребовано сегодня? Ну, не знаю, не могу однозначно ответить. Мы стремимся, на самом деле, нам это интересно, есть единомышленники, с которыми мы познакомились в университете на разнообразных конкурсах, да, и нам действительно интересно и развивать вот эту инновационность, да, но не всегда просто мы знаем, куда направить свою энергию. То есть вот я нашла выход своей инновационной энергии, то есть я вот попала в замечательную команду по организации «Иволги», и я, конечно, счастлива на самом деле, что я наконец-то могу применить где-то свои знания на сто процентов. Вот это же тоже очень важно, да, одно дело – получить образование. Хотел добавить просто к этому вопросу то, что… Да вы вообще хотели рассказать побольше, не только добавить. Здесь образование в инновациях, оно начинается, скорее всего, не с университета, то есть это важно, чтобы у человека было гораздо более раньше появлялось желание… Конечно, что-то, да, что-то творить, что-то делать, действительно создавать своими руками. И здесь вот есть такая структура, как ЦМИТ, про которую я уже сегодня рассказывал, вот в том числе наш ЦМИТ, который берет детей с первого класса. То есть с первого класса можно начинать приучать ребенка это делать и развивать свои навыки, умения, возможности. А какая у вас база есть для того, чтобы… Вот привели к вам ребенка, что за база материально-техническая у вас есть для развития? Или творчество – это… И материальная база – это разные вещи. Вот как это все происходит реально, конкретно? Ну, сами центры молодежного инновационного творчества, они, как правило, хорошо оснащены именно современным оборудованием, инновационным оборудованием. А что это за оборудование? Это станки с числовым программным управлением, то есть ЧПУ-управлением, компьютеры, соответственно, 3D-принтеры уже ставшие, да, так, довольно популярной тематикой. Образовательные наборы различные для изучения и освоения вот этого всего, то есть образовательные наборы, они разных уровней бывают, да, и уже, может быть, всем знакомое лего есть, да, конструкторы, которые позволяют его программировать, есть и конструкторы, соответствующие для более взрослых ребят. А родители приводят детей к вам именно вот с этим направлением? Они говорят, вот хотим, чтобы ребенок научился… Да, развивался в техническом творчестве. Понятно. Что происходит сейчас? Давайте скажем, когда открытие состоится, форума, и вот нынешний момент, это какой момент там, естественно, подготовки, что происходит сейчас? Ну, открытие форума состоится 14 июня, а 18 мая был закончен прием заявок, то есть сейчас мы все эти заявки агрегируем, и у нас определенное количество экспертов есть, которые эти заявки отсматривают и оценивают их в больной системе, и впоследствии, когда они закончат этот кропотливый процесс, потому что они очень долго, конечно, много времени тратят, потому что очень большой объем заявок и очень интересные, по крайней мере, они делятся с нами вот своими эмоциями, они рассказывают, говорят, вот и вот этот проект, и вот тот проект, и вот. Вот. Впоследствии будет сформирована общая база, и мы уже сообщим участникам, которые прошли, стали участниками, вот, мы будем организовывать с ними там, ну, ознакомительные собрания, и будем ждать их на форуме 14 июня. Да, а знаете, еще такой вопрос, ведь идея эта дорогого стоит, особенно инновационная, да, есть ли какая-то защита, да, от дальнейшего использования, потому что вот услышал тот, видел, подсмотрел, проекты рассмотрел, и может же в дальнейшем просто воспользоваться этим как-то, или такой вот проблемы не стоит, все открыто, доступно, и вот, а защита вот авторского права. Если говорить про форум, ну, то есть, как правило, в научных кругах это защита обусловленная первыми публикациями, то есть, кто первый опубликовал работу, тот, соответственно, ее считается автором, а здесь, соответственно, это публичное выступление, то есть, об этом тоже можно говорить, что первое публичное выступление с этим проектом было там-то, там-то, то есть, уже как бы можно как-то этим оперировать. Вот, ну, таких случаев воровства пока не было, да, не слышали такого. Не возникает, потому что, вот, Мария, вот вам же это знакомо, да, вот вы там что-то в инновациях, это же открытие. Да, но, вы знаете, у нас немножко другой подход к этому вопросу, то есть, нам всегда говорили, что, понимаете, если вы что-то придумали, не держите это в себе, да, скажем так, то есть, не нужно бояться, что у вас кто-то это украдет. Если вы расскажете кому-то об этом, возможно, найдутся ваши единомышленники, с которыми вы сможете создать команду и в дальнейшем, да, продвигать этот вопрос. А если люди, например, даже увидели, да, какой-то опытный образец или услышали вашу идею, им очень сложно ее использовать, потому что они не знают все процессы, которые происходят у вас в мозгах, да, то есть, они не могут влезть вам в черепную коробку и посмотреть, а, вот это вот так, вот так, вот так, мы будем зарабатывать вот на том-то и на том-то, да, то есть, не нужно максимально никому не рассказывать, и бояться, что у вас кто-то это украдет, потому что ИВЛГ – это именно возможность коммуникации и в большей степени возможность найти команду. А кто будет в экспертном совете, вот в менторском, да, как вы говорили, что вот в этом направлении, кто к вам приедет, все это оценивать? Вы уже знаете, кто будет? Ну, у нас есть несколько подтвержденных экспертов, то есть мы пытаемся пока, конечно, не разглашаться, мы делаем тайну из этого, вот, но к нам приедут… А то, чтобы оценивать это тоже нужно… Конечно, к нам приедут специалисты из Санкт-Петербурга, из университета ИТМО, мы с ними вот сейчас как раз закончили переговоры, они приедут и на протяжении всего форума будут работать с ребятами, то есть у них именно направленность работы с санкционными проектами, то есть они понимают в этом, разбираются в этом, у них очень большой опыт, они участвовали в таких акселераторах, как вот GNS, Free, то есть они очень хорошо в этом разбираются. Да, это вот уже приятно слышать, что такое сотрудничество с Санкт-Петербургским университетом, это, конечно, определенный статус. Дмитрий, расскажите о подготовке, о работе организатора, руководителя, менеджера, выставки, что еще не сделано, что еще нужно сделать? Ну, начну, наверное, с того, что сделано было, да, то есть мы изначально эту работу начали, так сказать, основательно, разработали дизайн-макет, то есть у нас работал с нами дизайнер, который эти шатры все отрисовал, все представил, как это должно выглядеть, все цвета, все, то есть это же оформить не помещение, это оформить шатер по факту. Разовая такая работа получается, но очень сложная, достаточно сложная, то есть мы эту всю работу проделали, подготовили дизайн-макет самой выставки, выставочные зоны, подготовили сами столы, оборудование, все, как это все должно быть на самом форуме, и потихоньку вот начали заниматься уже работой с регионами, то есть начали отрабатывать, кто из регионов приедет, с какими проектами, собирать заявки с этих регионов, отбирать эти проекты, да, вот буквально на прошлой неделе такой был один из предварительных стопоров, когда мы отобрали определенные проекты и отправили в регион эту информацию, чтобы они могли уже с этими людьми работать непосредственно. Вот, ну и плюс большой объем работы именно по Самарской области, проекты собирать, потому что здесь мы с вами... Наверное, больше всех и представляют, да? Да, да. От Самарской области самая большая делегация в смену, так как все-таки в Самаре проводим, да, и на выставке, соответственно, самый большой пул проектов именно от Самары. То есть здесь мы уже работаем по университетам. У нас будут отдельные столы от Самарского университета, от Политехнического университета, от Медицинского университета будет отдельный стенд по виртуальной реальности, тоже очень ждем интересно. От Самарского университета ждем беспилотный летательный аппарат, довольно такой масштабный новый проект, очень интересный. Сам я его видел разок в разобранном состоянии, вот на выставке в собранном посадочном. Надо надеть шлем и... И беспилотнику. Да, да, да. Да, интересный, да. Мария, расскажите, какое открытие может для себя, вот чего вы ждете от предстоящего форума, каких-то открытий? И главное, знаете, что еще хочется про инновации мы говорим? Все-таки вот экологическая направленность, как она отражается, отразится? Ну, подняла я вас. Ну, как я уже сказала, то есть у нас основная направленность сейчас идет именно на проведение кейс-сессий. И приедет вот ЭКОВОЗ, который, собственно говоря, и будет у нас отвечать за направленность экологическую. И также мы ждем, мы надеемся, что достаточно большое количество проектов у нас зарегистрировано по экологической направленности, потому что... Что очень актуально. Да, и, конечно, это большая проблема и для страны, и для, как бы, нас, как регионовцы, отдельно. Мы для нашего, да, в частности, конечно. Поэтому мы очень надеемся, да, что мы увидим какие-то интересные инновационные проекты именно на экологическую тематику. А сами вы какой-то проект пытались создать, представить? Лично вы или нет? Ну, в 2014 году, да, я ездила с моим проектом. А на этом в этот раз? Нет, нет, я здесь исключительно как организатор. Времени не будет. Да, я решил сосредоточиться только на одном направлении. Теперь вот относительно информационной составляющей. Насколько чувствуете вы информированность и в округе, и, может, даже за пределами о том, что вот Иволга существует, что она ждет участников с таким-то проектом? Как вы представлены в соцсетях? Есть ли у вас, может, всплеск даже интереса? Как вы все это отслеживаете? Проблем нет с этим? В соцсетях мы, естественно, представлены. В Приволжском федеральном округе все хорошо, все знают, есть у нас контакты, с кем нужно связываться, с кем разговаривать. Таких проблем не возникает. Конечно, вне Приволжского бывает. Но, как правило, все это устраняется. Говорим, даем о себе знать. Ну, в принципе, он наш, да? Вот Приволжский федеральный округ. Нет таких вот амбиций, чтобы на всю Россию, чтобы об этом знали или есть все-таки? Вот как вы чувствуете? Или это очень такой амбициозный проект? Или такой местечковый, скажем? Приволжский федеральный округ – это достаточно большая часть России. То есть говорить о том, что это проект местечковый, наверное, неправильно. В том числе, так как у нас смена инновации экологии, она федеральная смена, считается. Вот, вот видите, все-таки федеральный. Да, у нас есть участники не только с Приволжского, есть участники со всей России. Вот определенный код на них тоже заложен, тоже их ждем. Нет, сказать, что за пределами Приволжского нас не знают, это тоже будет неправильно. Тот же Санкт-Петербургский и ТМО также с нами связался по этому поводу, по полной части форума. Да, и Москва тоже откликается, и им очень приятно, что мы их приглашаем в такую форуму. Они говорят, да-да-да, мы знаем, мы видели, и там наши коллеги ездили, например, в прошлом году. Да, и как здорово, что мы в этом году сможем тоже присоединиться к вам. То есть они все очень так радушно относятся к нашему форуму, и очень рады, что вообще у них есть возможность тоже приехать, как-то познакомиться с ребятами, посмотреть какие-то проекты. Да, а ознакомиться с результатами вот с этими проектами после проведения форума как-то можно будет? Или нет? Или это... Потому что, ну, показали и уехали, да, все разъехались, продемонстрировали. Зачем? Мы будем выкладывать всю информацию также в соцсетях, будем... Можно. То есть это не закрытая информация для остального аудитории, которая не была на самом деле. Конечно. Это у нас задача. Спасибо вам большое за такой интересный опознавательный рассказ. Всего хорошего, удачи. Спасибо и вам за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!